А в детских садах Талдыкургана активно внедряют передовые обучающие программы Монте-Сори, Трис-Артшурлера, метод быстрого чтения по Зайцеву. И кроме того, открываются инклюзивные садики, в которых обычные дети воспитываются вместе с малышами с особыми потребностями. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Адильхан Сахари. Сами нет судьбе! Здравствуйте! Так начинается день в старших группах одного из детских садов Талдыкургана. Здесь активно внедряют трехязычия, а еще детей обучают по пяти так называемым образовательным областям. Развитию речи, первым навыкам чтения, счету от одного до десяти и обратно. Кроме того, в минувшем учебном году на базе этого садика прошел успешную апробацию новый букварь. Во время апробации были очень хорошие результаты, и мы решили в вариативной части, в старших группах, оставить изучение данного букваря уже с новыми исправлениями и дополнениями. В пяти детских садах города внедрены в пилотном режиме новые методики воспитания. Такие, как система Монте-Сори, построенная на идеях свободного воспитания, теория Альчулера, развивающая в детях изобретательность, а также метод быстрого чтения Зайцева. Кроме того, в рамках программы «Цифровой Казахстан» внедряется целый ряд проектов. По автоматизации очередности в детских и дошкольных организациях на сегодня у нас в четырех организациях дошкольного образования проводится тестирование по внедрению автоматизации. До конца 2018 года данная система будет полностью автоматизирована. Внедрена система мониторинга, индикаторы отслеживания, уровень знаний детей. Планируем внедрить вот этот данный индикатор в автоматизационной системе. А в этом детском саду вместе с другими малышами воспитываются дети с нарушениями зрения. Для них здесь созданы все условия – от пандусов и шрифта Брайля до современных медицинских аппаратов. К примеру, вот эти компьютерные игры не ухудшают, а напротив восстанавливают зрение. С детьми занимается целая группа специалистов – офтальмологи, ортоптисты, тифлопедагоги, психологи. 78% детей полностью снимают диагноз, 21% детей у нас продолжают дальше лечиться и только 2% детей у нас им рекомендуется медицинская операция, после которого также мы проводим реабилитационные работы. Условия для инклюзивного образования созданы в 59 детских садах области. В них воспитываются больше 220 малышей с особыми потребностями. По словам специалистов, количество таких дошкольных учреждений будет увеличиваться.